МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем берегу Невы стояла деревня Невская Дубровка. Это была даже уже не деревня, а большой рабочий посёлок, в котором жили рабочие Дубровского целлюлозно-бумажного комбината, располагавшегося тут же. По глубокому оврагу протекала, впадая в него, речка Дубровка. На Вражеском, левом берегу Невы, находились деревни Арбузово и Московская Дубровка, восточнее которых высится железобетонное здание 8-й ГРЭС. К ней проложена сеть узкоколейных железнодорожных путей, тянущихся от синявинских торфоразработок. Насыпи этих узкоколеек немцы успешно использовали как оборонительные сооружения при неоднократных попытках наших войск прорвать блокаду Ленинграда. Глубина Невы достигает 12 метров. Скорость течения 2 метра в секунду. Ширина в том районе около 300 метров. Это описание того легендарного места Ленинградского фронта, которое получило название «Невский пятачок». Описание это имеет особую ценность не только в силу своей наглядной точности, но еще и потому, что досталось нам из первых рук от пулеметчика 330-го полка 86-й стрелковой дивизии Михаила Андреевича Павлова. И вот о том, что происходило на этом пятачке и какую роль он сыграл в прорыве блокады Ленинграда, нам сегодня расскажут историки Алексей Исаев и Сергей Перелыгин. Здравствуйте. Добрый день. Невский пятачок. Сердце обороны Ленинграда. Если смотреть на карту, именно макро уровень, то часть фронта, которая примыкала к Ладожскому озеру, немцы ее назвали «бутылочное горло». Это было действительно самое узкое место. И с той стороны, где фронт образовывал вдоль Невы поворот, и где, собственно, заканчивалась блокада, ее восточный фронт, собственно, блокада города именно. То есть там находились уже советские войска, и дальше, вплоть до Ленинграда, была уже все земля, которая контролировалась Красной Армией. Исаев Алексей Валерьевич. Окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института. Кандидат исторических наук. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны России. Автор трудов – «Антисуворов», «Десять мифов Второй мировой», «Операция Багратион», «Сталинский блицкрик» в Белоруссии. А также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. В южной части этого бутылочного горла как раз и располагалась Московская Дубровка, Восьмая Гресс. И это была крайняя точка, с которой можно было наступать, чтобы соединиться с Большой Землей. Большая Земля – это, соответственно, Волховский фронт. Какое-то время были объединенные войска по обе стороны блокадного кольца. Но так более привычно это все же Волховский фронт. И, соответственно, северная конечность вот этого бутылочного горла – это Шлиссельбург. То есть предпринимались, на самом деле, попытки пройти до Большой Земли и со стороны Шлиссельбурга. Но они были куда менее успешными. А вот «Невский пятачок» – это успешно образованный плацдарм, который сохранялся длительное время. А снаружи, со стороны Большой Земли, как только установилась блокада, сразу же проводилась цепочкой несколько операций, которые были нацелены на прорыв блокады извне. Другой вопрос, что в какой-то момент «Невский пятачок» приобрел самостоятельную ценность ввиду того, что с внешнего фронта блокады войска снимались и куда отправлялись. Это было в октябре. Они отправлялись в Подмосковье. Именно те дивизии, которые должны были пробиваться навстречу частям с «Невского пятачка», они обороняли Можайскую линию обороны. Это знаменитая Панфиловская дивизия 312-я, 314-я Наумова, 32-я Полосухина. Все эти дивизии, они по плану первоначальному должны были идти в сторону «Невского пятачка» со стороны Большой Земли. Значит, это в полном и точном смысле слова плацдарм. Да, это плацдарм образован на реке Неве. Он ограничивался громадиной 8-й Гресс, поскольку 8-я Гресс была, я бы сказал, своего рода крепостью. Это цитадель вообще-то, да? Да, и здесь стоит сделать такую ремарку, что ее довольно быстро оставили при отступлении, ее должна была оборонять этот район 1-й дивизии НКВД, но она не смогла зацепиться за 8-ю Гресс. Почему? Поскольку 8-я Гресс, она имела ценность не столько, как стены, за которыми можно было поставить пулеметы, сколько наблюдательный пункт для артиллерии. А вот у 1-й дивизии НКВД достаточного количества артиллерии, чтобы сидеть на 8-й Гресс, выдавать по телефону или по радио координаты, и эти координаты бы накрывались мощным огнем артиллерии, не было. Поэтому ответственного... То есть, что у войск НКВД была своя артиллерия? Ну, дивизия была сформирована из кадров НКВД, она, естественно, имела... Вот пограничники были, чтобы вы не могли... Да, пограничники. Граничные восходы входили в состав войск НКВД. Да, и вообще говоря, когда формировали... соединения и отдельные части из войск НКВД, то, естественно, их старались формировать близко к армейским штатам, они в том числе получали артиллерию, при этом необязательно 100% состава были из НКВД. Они могли получать и призывников, и необязательно артиллеристы были, например, прямо вот только что из пограничников. Но факт тот, что 8-я Гресс была быстро оставлена в сентябре 1941 года, и потом её долго отбивали, причём с использованием орудий самых мощных, которые были вообще в Красной Армии. Флота. Краснозамённого Балтийского флота. Даже, я бы сказал, флота, который ещё не построили, потому что било по 8-й Гресс орудие 406 мм, калибр непостроенных линкоров в Советский Союз. Или они уже были сухопутные, да, сооружения, а не с кораблей? Не-не-не, это был полигон, артиллерийский полигон, да. И вот на артиллерийском полигоне стояло орудие 406 мм, с линкора, который так никогда не был спущен на воду, которое испытывалось на нём. И она стреляла в том числе по 8-й Гресс. Но даже это не помогло. И это, конечно, ограничивало плацдам, но в целом Невский Битачок – это история нескольких попыток прорыва блокады изнутри, изнутри кольца. Вот в чём смысл нашей истории – попытки прорыва блокады изнутри. По стиле Ленинград, скажем так. Во главу угла стояла вот эта задача. То есть, в основном, конечно, пытались прорывать с внешней стороны, но, как Алексей Валерьевич сказал, скорее так, Волховский фронт его назовём. Перелыгин Сергей Игоревич окончил факультет автоматики и электроники Московского инженерно-физического института, а также Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, факультет государственного и муниципального управления, член Московского отделения Российского военно-исторического общества, автор ряда публицистических статей по военной истории России, первой трети XIX века и Великой Отечественной войне. Ну, надо сказать, что Невский пятачок – это не единственный был плацдарм. В общем-то, пытались там в нескольких местах, и в Шлиссельбурге, как уже сказано выше, и ниже по течению. Там есть такой Кузьминский мост железнодорожный. Пытались там тоже сделать, но удалось только вот в районе вот этой Невской Дубровки, напротив Московской Дубровки. Немцы их просто Дубровкой называли. Немцы даже называли, у нее своеобразное название было такое «Выборг». То есть там неподалеку был топоним, связанный с Выборгом, и вот у немцев это проходило как кодовое номинование «Выборг». Так, тогда давайте посмотрим, как это не чудовищно звучит. Навражеский берег, да, хотя это, собственно, другой берег Невы, вот где деревня Арбузова, да, Московская Дубровка. Какие силы там сосредоточили немцы? Вот что было у них? Постоянно менялось. Первым, кто противостоял образованию плацдарма, это была 20-я моторизованная дивизия. На самом деле подвижные соединения были всегда элиты вермахта. Там находилась часть 20-й моторизованной дивизии, держали фронт на Неве, и, соответственно, первым врагом, когда форсировал Неву небольшой отряд из 115-й стрелковой дивизии, то есть был комбат капитан Дубик. Он начальник штаба был. А, начальник, да. Это у полка. Да, а полком командовал... Полком командовал Степан Седых, майор. Седых Степан Петрович. Майор, командир стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии, оборонявшей правый берег Невы. Под его руководством передовой отряд в сентябре 41-го сумел переправиться на левый берег и выбить немцев с плацдарма, на котором затем разместился Невский пятачок. В начале октября майор был ранен, вернулся в полк через две недели. Но уже 1 ноября Седых отдали под суд за невыполнение боевой задачи, обвинили в паникерстве и на следующий день расстреляли. Они форсировали реку. Буквально поначалу около 200 человек было на плацдарм. Ну, там был, да. А вот как это происходило, форсировали? На что, на плотах, на лодках? На лодках. На лодках, как говорится. Нет, но это лучше, чем при форсировании Днепра в 43-м году. А почему? Потому что у Ленинградского фронта оставались до военных времен переправочные средства в лице понтонных парков. Именно эти понтонные парки, несмотря на ураган на огоне артиллерии и колоссальные потери, они там постоянно тонули, эти понтоны обеспечивали снабжение плацдарма. И вообще говоря, сам момент образования плацдарма и его удержания – это пример, прежде всего, профессиональной работы. В чем этот профессионализм выражался? То, что его поддерживали с другого берега артиллерии. Когда ЦОРН, командир 20-й моторизованной дивизии, пытался провести контрудар, причем с приданными ему танками из другой дивизии, он потерпел неудачу из-за того, что… По-моему, 12-й, да, в начале была? Да, из 12-й дивизии ему дали… Три роты, что ли, мы там… Да, ну, скажем так, оценки сильно разнятся, где-то от 10-ти, там, до, чуть ли не до 40-ка машин. Да, это, может быть, уже такие завышенные оценки. То есть были задействованные танки. Да, задействованные танки. Вначале с той стороны, а потом и с нашей. Да, причем на плацдарме самом не было даже пушек 45-х, то есть сражаться с этими танками вроде бы было нечем. Ну, атаку отбили. Почему? Стреляли с другого берега реки. С другого берега реки смогли достать и выбить несколько танков и сорвать танковую атаку. И плацдарм благодаря этому удержался. Вот первая атака, то есть его образование – это 20-е число сентября. Немцы практически сразу бросают в бой танки, чтобы, что называется, сбросить обратно в него, и они проваливаются. Именно из-за того, что хорошо стреляют с другой стороны. То есть была координация действий, да? Да, координация действий. И вот удержание Невского пятачка – это в том числе профессионализм. Профессионализм. Это была какая-то единая операция под каким-то единым командованием? Да, это была единая операция. Целью была, если не ошибаюсь, МГА. То есть собирались... Конечно, была главная станция на Кировской железной дороге, которая, понятно, что Октябрьскую дорогу перерезали еще раньше, а Кировская дорога, она могла связать. Это Волхов и Ленинград. И МГА – это, так сказать, станция на этой дороге, конечно. То есть нацеливались с двух сторон, собирались первоначальный замысел, с двух сторон ударить на МГУ. Причем с двух сторон, это имеется в виду с внешнего фронта кольца и внутреннего. И на тот момент со стороны внутреннего фронта собирались бить с нескольких направлений. И вот это нарисованы несколько стрелочек, они были в том числе с Невского пятачка. Одновременно планировалась операция десантная под Шлиссельбургом. То есть это был 4-й морской бригады, не нашего генерала-майора, такой береговой службы, моряки там были. Вот они высадились в восточнее. Там же есть крепость Орешек, она была все время в наших руках. А Шлиссельбург 8-го числа сентября захватили немцы. И пытались его, значит, отбить, пытались зайти из тыла, но попытки эти все были, к сожалению, удачные. Но так попытка была именно обхода по Ладоге. То есть зайти немцам в тыл, высадиться у них в тылу на дороге, которая идется на восток, и тем самым обеспечить вот это пробивание блокады извне, соединиться по максимуму немцев, заставить распылить силы и добиться желаемого результата. Следующий ход был, это, конечно же, проблема, возникшая под Москвой, когда ситуация под Москвой резко ухудшается, и те силы, которые должны были идти извне, они отправляются... Москва оттягивает силы. Москва оттягивает силы, соответственно, Невский пятачок приобретает самостоятельное значение. Следующий этап стал, это когда еще и немцы начали наступать под Тихвином. И вот тогда уже фактически пятачок был самостоятельной операцией, которая шла изнутри кольца. И это была последняя надежда, поскольку именно в ноябре скачкообразный рост смертности, кончились первоначальные запасы, которые имелись, как их не растягивали. При этом снабжение по Ладожскому озеру было пока еще не налажено. Еще не было дороги. Да, и дорога жизни, она только начинала работать. Фактически надо было все строить с нуля, потому что проблема была в чем. Ладожское озеро, оно не годится для судоходства. Еще со времен Петра Великого шло снабжение по каналам. Славится им коварством, да, Ладога. Был Старо-Ладожский, Ново-Ладожский, и именно по этим каналам передвигались в обычное время сюда, параллельно южному берегу Ладожского озера. Немцы захватывают берег Ладоги, перерезают не только дороги, но и этот канал. Иногда с нуля, в том числе дноуглубительными работами у Осиновца, строить порт для того, чтобы могли двигаться баржа. Естественно, темпы снабжения... Прямо в ходе военных действий, да, еще велись вот такие строительные работы. Да, это все, естественно, проходило под аккомпанемент ударов с воздуха. С воздуха из земли. Да, и на самом деле немцы, конечно же, боролись с этой коммуникацией. Когда пошли они наступление на Тихвин, еще и увеличилось плечо подвоза. То есть надо было 320 километров ехать по плохим дорогам через леса зимой. Это уже ноябрь. Это, я бы сказал, самые жуткие моменты блокады. Именно поэтому усилия по наступлению с Невского педачка они предпринимались просто титанически. То есть надо просто объяснять, почему столь большое внимание уделяло командование вот этому небольшому плацдарму. И почему с него стремились прорваться? Поскольку извне резко снизились шансы прорыва блокады извне. И был единственный шанс – это пробиться изнутри. При этом достаточно узкий педачок. То есть это меньше километра. Он. Парашютистов, которых перевезли. Седьмой парашютной дивизии. Героев Крита, так называемые. Ах, это вот эти критские? Да. Причем известные высказывания одного из этих парашютистов, что лучше семь раз прыгнуть на Крит, чем один день сражаться под Невским педачком. Я когда-то, собственно, рассказами об этом критском парашютном десанте столкнулся на месте, на Крите. И вот теперь я столкнусь с продолжением этой истории уже на нашем пятачке. Да, поскольку группу армий «Север» ввиду опасности прорыва блокады это на самом деле было для немцев чем неприятно, чем это грозило. Тем, что заработают снова ленинградские заводы, которые производят вооружение. И вообще, что ее надо будет заново восстанавливать. Поэтому резервы, вот в момент, когда идут бои под Москвой, резервами накачивает именно фронт под Ленинградом. То есть группу армий «Север», конкретно 18-ю армию, ее накачивают резервами, то есть свежими прибывшими соединениями, что называется, из Футерлянда, из Германии, в том числе десантниками. А потом занимает оборону, вот кто противостоял Шеволдину. Первая пехотная дивизия. Да, самая элитная у них. То есть за номером один, и она была сформирована в цитадели прусского милитаризма в Восточной Пруссии. То есть первый военный округ, первая дивизия. И это было действительно такое соединение задолго до военного формирования, прошедшее, так сказать, с боями от границы... Очень с хорошим боевым опытом. Да, то есть она обладала и большим боевым опытом, и, так сказать, считалась элитной, то есть это было престижно. Не служить, вот она становится тем средством, которое ставят на фронт под Невским пятачком. То есть со стороны немцев действительно было элитное соединение, оборону которого надо было пробить. Проблема была, собственно, в том, что не хватало артиллерии. То есть понятно, что собирали все, что можно, но для того, чтобы пробиться с Невского пятачка, нужна была полевая артиллерия. То есть в Ленинграде-то было много морской артиллерии, а она была не вполне применима в таких вот позиционных боях под пятачком. А у немцев как раз артиллерия-то была. Полевая? Да, у них было там 150 миллиметров, 105 миллиметров, такие гамбитцы. Даже там была у них батарея французских вот этих 210. Нет, нет, 210 немецких, по-моему. А, французские были 220, у них трофейные пушки. Да, 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 больше 210 немецких, да. То есть на самом деле... То есть что такое французских? Трофейных. А, трофейные французские аруби. Вообще, на самом деле, под Ленинградом использовался весь диапазон трофеев. Соответственно, и чешские 305 миллиметров, которые стреляли, так сказать, такими поросятами, там, по 300 килограмм. И французские 220. Главное, у них не было недостатка боеприпасов. Да, вот это... Простите, а это-то почему? Почему у них не было недостатка? Ну, во-первых, склады, которые они захватили во Франции. И, кроме того, боеприпасы... Ну, чтобы была очень хорошо налажена логистика, да? Ну, привозили, конечно. Да, привозили. То есть, хотя группа армий Север висела на одной железнодорожной магистрали, тем не менее, снабжение шло приоритетно. И, как бы, и Лееб, потому что группа армий Север вплоть до января командовал. Лееб, артиллерист, он это все прекрасно понимал. И использовали все средства для того, чтобы предотвратить прорыв. А, как бы, ход конем произошел, когда на Палацдарм переправили тяжелые танки КВ. Танк КВ. Советский тяжелый танк, названный в честь Климента Ворошилова. С августа 1939 по август 1942 года на Кировском заводе в Ленинграде было создано более трех тысяч боевых машин. Немцы называли советский КВ «призраком». Он мог вести бой сразу с несколькими противниками, а его броня была неуязвима для противотанковых пушек. Вот здесь можно поподробнее? Нева замерзла. Так. Лед пробили. И понтоны. Да, не во сколько тут у нас пишут. Ну, 370 сочетается. Глубина 12, а вот ширина около 300 метров. Примерно 370 метров она именно в этом месте. Даже больше 300. Вообще, Нева, она где-то там от 400 до 600. Но в самом Ленинграде там, понятно, уже больше километра. Понятно, да. А вот здесь где-то полкилометра. И проламывали лед, сооружались гигантские паромы, которые должны были выдержать груз 42 тонны. А из чего их сооружили? Из оставшихся еще до войны. Из их понтонов. Понтонов паркет. Инженерный батальон, который, собственно, понтоново-мостовой, получил гвардию, который как раз-таки обеспечивал снабжение пятачка. И это, на самом деле, была без привлечения грандиозная операция по переправе на Невский пятачок танков КВ, которые должны были своим, что называется, могучим ударом, броней, пройти и прорваться, собственно, до тех войск, которые находятся. Мы говорим о 123-й краснознаменной бригаде, да? Да, да. Который командир Баранов, по-моему, полковник, герой Советского Союза. Да, Баранов, причем он в Финскую, уже в Финскую, командовал, по-моему, целым корпусом. То есть был корпус, механизированный корпус. Их корпуса расформировали вообще как раз в 1939 году. Но он успел покомандовать корпусом финскую войну. Потом он командовал танковой дивизией. И вот мы доверили командованию бригады. Но это стандартная, на самом деле, карьера была с дивизией на бригаду. А потом, кто себя хорошо показывал, тот продвигался дальше. И вот эти танки сначала попытались, конечно, переправить легкие танки. Или уже понтонами. Да, тоже с помощью понтонов. Попытка-то была первая предпринимается с помощью легких танков. С легкими танками немцы, естественно, справились. Потому что для них атаковать легкими танками... Артиллерия была подготовлена. Прежде всего, противотанковая, она была вполне готова к... Там еще был противотанковый ров же за восточнее московской Дубровки. И, собственно, вот ее-то пройти-то не могли, танки наши. А, еще они успели подготовить противотанковую оборону. Потому что здесь вот нам, да, очевидец говорит о железнодорожных путях, да, узкоколейка. Это так называемая «Дорога Паук», как ее называли. Там же, вот, про ГРЭС мы уже говорили, восьмой ГРЭС. Значит, чтобы наши зрители поняли, это государственная районная электростанция. Вообще-то, так она 61-го года называлась, была, значит, восьмая ГЭС имени Кирова, которая снабжала промышленность Ленинграда. Чуть не 50% давала, она была 200 киловатт. Вот такая же мощная. Да, да. И она была, значит, очень мощная. Но работала она на турфе и угле. И там были отвалы очень большие. Были, значит, карьеры, были отвалы. Это прямо перед нашей линией фронта. И вот за ней в карьерах были немецкие, значит, минометные батареи и позиции. А за отвалами находились, собственно, вот закрытые позиции артиллерии немецкой. И вот дорога между ними, вот она простреливалась очень хорошо. Плюс немцы туда подтянули такой, значит, по-моему, 20-й, что ли, дивизион инструментальной разведки, который отслеживал все наши, всю нашу стрельбу с нашего провода. Инструментальная? Да. Что это означало? Инструментальная. Это по вспышке, по звуку. Ну, на самом деле, это... То есть, это еще были какие-то особые спецы, да? Вот по-разному. Да, это была такая вот еще. Ну, это, на самом деле, во Вторую мировую войну и даже еще в Первую было достаточно стандартное выявление позиций по вспышкам-выстрелам, по звуку, звукометристы. По вторичным признакам. Да. Серьезно. Это все была, что называется, целая наука, это все, естественно, не просто там слухать что-то, это работали самописцы. Уже тогда была техника, да, которая... Да, то есть, это, конечно, не ВМ. Это фиксировало, да, а потом уже аналитики... Да, это все просчитывалось, водилось в какой точке, откуда, скорее всего, прозвучал выстрел, и, соответственно, велся ответ на огонь. Вот эта попытка прорваться с помощью танков КВ, предпринимается это 30 ноября 1941 года, то есть, на самом деле, это один из самых критичных моментов войны. Немцы стоят, как говорится, на прямой видимости Москвы. Да, в Химках, вроде почти. Да, то есть, никаких резервов выделить ставка не может. Соответственно, Ленинград находится в тяжелейшем положении... Кризисном. Да, кризисном положении, снабжение по воздуху, там, максимум 200 тонн, из тысячи, которые надо городу. Паёк максимально срезан, смертность скачет скачкообразно. То есть, реально, прям, ноябрь, это очень страшный месяц был. И пытаются нанести удар, и буквально в одной атаке большая часть этих КВ оказывается выбита. То есть, на самом деле, там произошла определённая несогласованность действий. И самих танкистов, и пехоты, и фактически в один день идут в атаку танки КВ. КВ сгорело на поле боя три, подбито шестнадцать, были ещё там... Шестнадцать. Шестнадцать КВ, вот когда... Почти двадцать штук туда перетащили. Да, то есть... Большая часть, да? Да, то есть, больше... Три сгорело, шестнадцать, выведенные из строя. Да. Буквально в два дня потерялись. Да, то есть, на самом деле, переправили туда, помимо лёгких танков, которые имели практически около нулевую ценность в условиях немецкой противотанковой обороны, переправили одиннадцать Т-34, опять же, они не производители Ленинграда, это то, что прибыло с Большой земли ещё, что называется, до замыкания кольца облакады. Двадцать три тяжёлых КВ, в том числе один КВ-2, то есть башни большой с орудием 152. Вот они идут в атаку, но практически в один день их выбивают большая часть, это в том числе за счёт зениток, кто-то подрывается, подрывается, и на самом деле вот этот ресурс оказывается исчерпан за один день. За один день. Это было отдельное разбирательство, почему это произошло, то есть там, на самом деле, как всегда, нет одного ответа на вопрос «почему». Есть там, что называется, кто-то что-то, так сказать, кто-то вроде правильное решение принял, кто-то, так сказать, его неверно интерпретировал, но в итоге, на самом деле, вот за это, так сказать, такое выбивание КВ за один бой, наказание не последовало, то есть сочли всё же, что это следствие объективного воздействия обстоятельств. А что это за комиссия разбиралась? Где она была? Не, ну это, на самом деле, разбирались на уровне фронта. Да, это военный совет фронт. Да, военный совет фронт. Вообще говоря, это занимались в том числе особисты, это был не единственный случай, если, так сказать, кто-то думает, что... То есть это не уровень ставки? Да, это, разумеется, не уровень ставки. Не забывать, что членом военного совета был Жданов. Жданов Андрей Александрович. Советский государственный и партийный деятель. С 1934 года первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. Во время Великой Отечественной войны был сперва членом военного совета северо-западного направления, а с августа 1941 года членом военного совета Ленинградского фронта. Руководил жизнью блокадного Ленинграда. С 1944 года генерал-полковник. Член полюбера. Да, но была ещё такая вот неудачная атака ещё осенью на районе Тосно. И там тоже были потери танков КВ. И разбирался особый отдел. Я сам смотрел эти документы. Там прям штамп особый отдел. И, кстати, особый отдел высказывал своё мнение и шло разбирательство. Тут ситуация была несколько другая. Инициатор был не особый отдел. Но тем не менее разбирались, пытались понять, что произошло. Но факт остаётся фактом, что танковый ресурс, на самом деле последний танковый ресурс, был исчерпан. Потому что в чём ещё была проблема? Нужно было отправлять танки из Ленинграда на Большую Землю, потому что под Тихвином кризис ещё один. И нужно было взвешивать на весах, кому что дать. Потому что под Москвой шёл бой даже последний ленд-лиз, который только что поступил. Ленд-лиз – программа США по своеобразному кредитованию союзников в период Второй мировой войны посредством поставок техники, продуктов, оборудования, сырья и материалов. Всё, что в ходе войны было истрачено или уничтожено, не подлежало оплате. Однако за всё имущество, оставшееся в стране по окончании войны и пригодное для использования в гражданских целях, нужно было заплатить. Его тоже сразу бросали в бой под Солнечногорском. То есть резервов реально не было практически никаких. И вот предпринимается вот эта последняя атака танков. Потом ещё несколько раз пытаются уже без них пехоты пробиться. Но к концу декабря боевые действия заканчиваются, по сути, выдыхаются. Но у немцев тоже там были очень серьёзные потери. Да, да, у немцев, конечно... Это не потому, что мы выдохлись. Да, тут надо понимать, что... А потери вот с вражеской стороны, они происходили за счёт чего? За счёт нашего пятачка? За счёт пятачка. В том числе, да. Это пятачок наносил, да? Да, пятачок. Именно против него потери большие. Да, против него, да. Понятно, что был и внешний фронт, был Тихвин, который тоже был той ещё мясорубкой, которая поглощала... Ну, 20-я мото-дивизия просто потеряла боеспособность, находясь на пятачке. Почему её пришлось там менять и первой вот этой пехотной дивизии? Да, парашютисты, бананы... Парашютисты, бананы, да. Они не справлялись просто по уровню своей... Устанная подготовка специфическая. Поэтому, да, нужны были, как говорится, зубры пехотной войны. И вот эти зубры пехотной войны, первая пехотная, она, собственно, вот эти все удары принимала на себя. И когда со стороны, с другой стороны Невы бьёт артиллерия, причём артиллерия в том числе до орудий большой мощности, то понятно, что... Были с эсминцев, там несколько эсминцев ввели с Невы. Да, то есть использовалась морская артиллерия. Конечно, они били по заявкам. Да, то есть использовалась артиллерия разных калибров. И понятно, что снаряды, прилетавшие на позиции немцев, они тоже сразу находили жертвы. Поэтому для немцев это тоже было место, которое постоянно поглощало личный состав. Весной 1942 года, когда появляется новый командующий фронтом, Говоров. Говоров Леонид Александрович. Советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза. С апреля по июнь 1942 года командовал группой войск Ленинградского фронта. А затем, до конца войны, всем Ленинградским фронтом. Руководил прорывом блокады Ленинграда. Во главе войск фронта участвовал в разгроме германских войск в Прибалтике. После вот этих декабрьской атаки КВ, целью раздаваться голоса о том, что Невский пятачок поглощает резервы. Эффекта от него нет. Давайте эвакуируем. Такой вопрос справедливости ради, надо сказать, что ставился он еще до Говорова. Но реально, так сказать, ребром был поставлен вопрос именно при Говоре. Но, пожалуй, стоит сказать про потери, потому что называются, естественно, какие-то фантастические цифры потерь, которые были в 1941 году. Что они называются там в диапазоне, что называется, до 100 тысяч убитых, что, разумеется, неправда. Реально посчитанные потери за время существования Невского пятачка в 1941 году, они оцениваются примерно 68-70 тысяч человек общих потерь. То есть это и убитые... С обеих сторон. Нет, только с нашей стороны. Общих потерь это и раненые, и санитарные, то есть это погибшие, пропавшие люди. То есть на самом деле через Невский пятачок прошло очень много людей. И прошел, в том числе, отец президента Путина, который был ранен. Да, 86-й дивизии. Да, 86-й дивизии. И он прошел, реально, пятачок, это был... Был ранен, по-моему, в правой ногу. Да, это был реально такой вот филиал ада. Это было маленькое пространство, которое насквозь простреливалось. И таких точек вообще на Советско-Германском фронте было мало. И это особо, поэтому, когда говорят... Получается, что это не просто какое-то особенное место в каком-то локальном контексте. Это вот уже, ну скажем, на полотне, в большом полотне Второй мировой войны. Это тоже особо. Это вот, как говорится, там, как говорится, било сердце борьбы за Ленинград в течение ноября-декабря. То есть это была последняя надежда Ленинграда до того... Последняя надежда Ленинграда. Да, потому что спланировали операцию. Вполне, я бы сказал, любаньскую операцию первоначальную, то есть идти длинным путем через Любань на Ленинград, ее придумали еще осенью. От нее отказались из-за того, что немцы пошли на Тихон, пришлось все резервы бросать на отражение наступления. Про любаньскую операцию забыли. И про нее вспомнили только, когда появились резервы ставки уже в январе 1942 года. И вот это была действительно масштабная попытка прорыва, уже, кстати, на волне общего контрнаступления. Но Невский Пяточок был последней надеждой что-то сделать до этого, до того, как удастся стабилизировать положение под Москвой. Вот 8 ноября Сталин позвонил в военный совет Ленинградского фронта Жданову. И Жданову и Хозину, тогда был Хозин командующий фронта. Жданов, члена Политбюро, да? Да, члена Политбюро. И сказал, что мы видим, что никак ничего не удается. Вот надо вам организовать таких добровольцев, которые потянут за собой дальше в атаку других. Значит, военный совет быстро приняли. Именно Кузнецов сообщил сюда, на Невский оперативную группу, что лично товарищ Сталин поручил такое создать. Создается три ударных или коммунистических полка. Штат у них должен был быть такой 2750 человек. Но на самом деле первый полк был там 1500 человек. Добровольцы. Там на самом деле не все были коммунисты, не все комсомольцы. Понятно. Там уж третий просто из остатков 86-й дивизии, по-моему, создали. Но это в том числе из частей, которые уже там воюют. Которые перебросили уже обратно на правый берег. И вот они там в течение 9, 10 и 11 числа по эшелону идут в атаку. Но надо помнить, что 7 ноября только прошел. Был парад в Москве. Был, в общем, подъем такой моральный у всех бойцов Красной Армии. То есть, это никого не гнали в атаку. Это люди шли сами. Понимали, что они спасают Ленинград. Вот это надо понять, так сказать, четко. Кстати, а вот это 7 ноября как-то в Ленинграде отмечалось? Ну, все слышали, что прошел парад. Так сказать, это было, в общем, конечно... Это было достаточно. Да. Потому что парад был и в Куйбышеве. То есть, на самом деле, в Куйбышеве как раз там были... Эвакуации, да? При дипломатическом корпусе. Да, при дипломатическом корпусе. Да, и дипломатическому корпусу, в том числе, и самолеты показали. Поэтому, естественно, все были информированы о том, что происходят такие, я бы сказал, грандиозные события. Попытались взять, что называется, качеством, то есть, моральным... Энтузиазмом. Да, энтузиазмом, да. Здесь, пожалуй, проблема заключалась в том, что стояло... Вот если, опять же, смотреть в ретроспективе, не с 41-го года, потому что в 41-м году, если вот смотреть, они вроде бы делали все правильно. Но если смотреть в ретроспективе всей войны, то стоило эти коммунистические полки сначала построить макет немецкой обороны на штабе один к одному. Ну, на самом деле, такие прецеденты были, будут потом, когда... Позже уже. Да, и искру, когда будут продавать... Искру, да. Да, то есть, макет немецкой обороны на ней, что называется, неделю-две тренироваться, а затем пойти наступление. Но вот это вот стоящее в ушах грохот взрывов на Пискаревке заставило спешить. Хотя вот идеальный вариант прорыва с пятачка – это натренировать ударные полки. Штурмовые группы. Да, штурмовые группы. То есть, довести до автоматизма. Времени не было. Да, до автоматизма. То есть, они в дефиците, в цитноте, фактически. Да, и бросить их вместе с КВ. Это, вот если смотреть в ретроспективе, такой, как бы, вариант, который мог принести некий успех. То есть, он хотя бы давал некую надежду. А так, полки вводились, причем последовательно. Последовательно, да. В течение трех дней три полка. Начал один, потом другой. Первый, второй, третий. По сути, вот этого концентрированного удара тремя хорошо. Только потом уже на четвертый день сообразили, что надо все, так сказать, войска бросить. Все вместе с остатками там дивизий, которые там находились. Да, но к тому моменту полки уже понесли потери. 2330 человек потеряли убитыми и ранеными все три полка. То есть, вот это после 27 ноября не получается, с КВ не получается. А затем приходит новая метла в лице Говорова, который говорит, что пятачок, плацдарм эвакуируем, потому что это мясорубка. Потому что или мы с него наступаем, что мы прямо сейчас не можем, или мы его эвакуируем. И на плацдарме остается минимум сил. 330-й полк. Да, это один полк. А вот это вот 330-й племянчик, который был. Да, 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 408 человек. Ну, там еще в сумме 600 человек было там. Но все-таки остается. Да, не остается на перспективу. Небольшой такой плацдарм уже, примерно километр он. Но в этот момент со стороны немцев... Нет, в этот момент природы вначале началась-то с чего все это? Ледостав начался, это же конец апреля, на Неве начался ледостав. Ну, ледоход. Ледоход, то есть, да. И обрывается связь с правым берегом. Вот немцы начинают сразу этим воспользоваться. Да, то есть, в чем был, на самом деле, план советского командования? Люди, я всегда говорю, исторические личности обычно не дураки. Люди как бы действовали, у них был план. И план заключался в чем? Держать на пятачке минимум народа, чтобы они не выбивались постоянно артиллерией и обстрелами. Если что-то случается, мы переправляем через него силы достаточно, чтобы пятачок удержать. Кроме того, мы там контролируем артиллерию. А вот действительно обстоятельства, связанные с... Ледоходом. Да, следоходом и немцы концентрированным ударом, опять же, это первая пехотная дивизия, то есть, собирает достаточно крупные силы при поддержке и с воздуха, при поддержке и артиллерии. Они атакуют Невский пятачок, и на самом деле, они фактически, что называется, ходят по блиндажам. То есть, это как бы такое было сражение, в котором не было линий соприкосновения. То есть, линия соприкосновения, наверное, проходила, что называется, по крыше блиндажа. Разворачивается там на несколько дней, достаточно такая напряженная схватка между этим 330-м полком и теми, кого пытались переправлять, кого-то успели переправить. Потом две роты еще успели перекинуть. То есть, усилили его все же незначительно. И результатом это было то, что Невский пятачок был ликвидирован. Достаточно такая была, в общем, драматичная история. Трагическая просто. Да. Что там сказать. То есть, командир полка Блохин был ранен в шее, потом осколками ноги перебил. В этот момент находился там и начальник штаба дивизии, они к 86-й дивизии входили как раз, подполковник Козлов. Там находился начальник политоотдела, батальонный комиссар Щуров. И они все, где был штаб полка, вот это место особо оборонялось. И оборонялось вот этими командирами. И они все погибли. Ну, единственное, остался жив два человека. Значит, вот Блохин остался, сейчас я про него и скажу. И начальник штаба Александр Соколов, майор такой. Он тоже был уже к этому времени трижды ранен в ногу. Ему вот этот Щуров сказал, что давай, иди с донесением, переправнись на тот берег. Он говорит, как я переплываю-то, я весь там раненый. Говорит, ну а какая разница, или ты утонешь, или, так сказать, немцы у тебя. Ну, он был мастером спорта по плаванию и чемпионом в свое время Приволжского военного округа. И он переплыл. Вот примерно он плыл, наверное, два часа. Вот он переплывал это дело. В общем, он переплыл все-таки. Вот если вот там 370 метров, да? Да, да, да. Два часа. Да, ну апрель, конец апреля. Представить невозможно абсолютно. Ну, вот он переправился, вот он смог донести, что вот они там погибают. Вот, и последнее их было сообщение, что немцы, мы будем биться до последнего солдата и командира, и немцы возьмут нас только через наши трупы, наши позиции. Ну, вот итогом, опять же, немцы сообщили о захвате там несколько больше 300 пленных, при этом в том числе 15 командиров. Собственные потери составили 93 убитых, 44 раненых, 21 пропавшие без вести. То есть нельзя сказать, что им ликвидация вот этого плацдарма, на котором сидело там несколько больше 300 человек, что она шла в одни воротах. То есть это, в общем, достаточно тяжелый бой был на несколько дней. И, собственно, несмотря на имеющиеся большие ресурсы, в том числе артиллерийские, немцы ликвидировали Невский Пятачок с большим трудом. А восстановили его осенью 42-го года. А потом он участвовал в прорыве блокады. Правда, обычно роль Невского Пятачка в прорыве блокады в операции «Искра» несколько так забывается. Значит, наш Пятачок участвовал и в обороне Ленинграда, и в прорыве Ленинградской блокады. Ну да. То есть это как бы вдвойне героическая история. Да, и вообще надо понимать, что вот то, что Красная Армия сохраняла за собой инициативу, она тем самым заставляла немцев отказываться от своих собственных планов. Потому что какие планы были у немцев? У них были планы переправиться через него, образовать собственный плацдарм, с которого потом можно будет наступать на соединение с финнами по западному берегу Ладжевского озера, перерезать дорогу жизни. То есть на самом деле сидеть сложа руки, это тоже был не вариант, который не могли рассматривать и не рассматривали. Это как раз когда Монштейн с 11-й армии появился. До этого еще 20-й корпус этот моторизованный, дивизии в смысле. Да, на самом деле у них практически с момента замыкания блокады... У них был план переправиться на правый берег. То есть с момента замыкания у них был план переправиться. Да, кстати, в этом же месте они поняли, что переправиться надо. Вот, видите, все-таки наша передача, да, передача нам надо как-то заканчивать, хотя уже сил нет, но тем не менее они должны найти. Значит, как вы сказали, да, Алексей, там билось сердце обороны Ленинграда. Да, это что-то принципиальное, важное, даже важнее, чем какие-то количественные показатели и характеристики. Да, сердце есть сердце. И, как я понимаю, сейчас там мемориальный комплекс. Да. Да, и, кстати говоря, к вопросу об обстановке, там из Невы выловили три танка КВ, которые переправлялись обратно, и они затонули, потому что их постоянно обстреливали. Их эвакуировали когда-нибудь. Их эвакуировали, чтобы починить, вернуть обратно и снова бросить в бой. И, так сказать, в процессе эвакуации там подбивались артиллерии. Это совсем недавно, да? И вытащили их совсем недавно. Вытащили в разной степени комплектности. И, соответственно, одна из этих машин встала как памятник. Она вот памятник тем самым ноябрьским боям. Потому что она участвовала в том самом ноябрьском наступлении. И это вот прямо самое-самое свежее, да? Вот я имею в виду уже на нашей памяти. Да, это на нашей памяти. Это уже история нескольких пятачка, вот прямо на нашей памяти происходящей. Да, это то, что произошло действительно недавно. Но из-за довольно большой глубины не сразу это все нашли. Но вот последовательно... Да, все-таки 12 метров, пишет наш учредец. Может быть, где-то и больше. Это серьезно. Да, это серьезно. И достали вот эти машины и... Понятно. Ну что ж, что можно сказать? История Невского пятачка продолжается. Безусловно. И если у кого-то возникли вопросы, езжайте и посмотрите. Теперь там как бы, да... Прямо рядом, около моста находится. Около моста вы все можете увидеть. Спасибо вам огромное за эту беседу. В общем, надо съездить и посмотреть. Да. Это в том числе, чтобы увидеть, как это все происходит. И чтобы понять вот смысл наших сегодняшних разговоров. Да, как это все на самом деле. Там Алия Слава есть. Каждая республика, ну, сейчас независимый государство, свое там с тылами. Так что... Спасибо. Обязательно съездим. А вы смотрите Историан. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова